Люди заметили, что глубокой осенью 12 ноября птицы собираются стайками, словно на праздник слетаются эти пестрые и нарядные птицы. В былые времена 12 ноября отмечали как День синиц, поэтому именно этот день считается Днем встречи зимующих птиц. И с тех пор в этот день отмечается Синичкин день. Старинное народное название синицы Синька, Синюшка, Зинька созвучно с этими именами. В народном сознании явление, когда зиньки прилетали к жилью, совпало с Днем Святых Зиновия и Зиновии. И в крестьянском календаре наименование дня видоизменилось в Зиновия Синичника. Почему именно Синичкин день? Да потому что синица – это божья птица. Раньше в старину на нее гадали. Бросали крошки хлеба, кусочки сала и наблюдали. Если Синичка сначала станет клевать сало, то в доме будет вестись живность. Если станет клевать крошки хлеба, то будет в доме достаток. Зима – очень трудное время года для птиц, особенно если она морозная и снежная. Пока снега мало, зимующим птицам еды хватает. Они собирают семена с деревьев и трав, которые еще видны из-под снега. А вот когда зима наметет огромные сугробы, и все растения с семенами спрячутся в снегу, тогда птицам приходится совсем плохо. Да и морозы к середине зимы усиливаются. И согреть птиц может только еда. Голодная птичка холодной ночью может погибнуть. Чтобы помочь птицам пережить холода, нужно сделать кормушки и подкармливать птиц. Кормушки бывают различной формы и типов. В виде полочек, домиков, ящичков. Самая простая – это дощечка с низкими бортиками и кормушка из пластиковых бутылок. А это самые распространенные кормушки. Кормовые столики. Их посещают многие птицы. Снегири, синицы, щеглы. Кормушки-дуплянки. Эти кормушки хорошо посещают синицы, дятлы, поползни. Кормушки-дуплянки имеют несколько отверстий. Крышки у них поднимаются и корм засыпается внутрь. Развешивать эти кормушки можно в лесах и садах. Кормовые домики. Устанавливают лесопарки. Кормушка-столик. Устанавливается в лесу на пеньке. Но мало просто сделать кормушку. Повесить на дерево и забыть про неё. Необходимо приготовить корм и не забывать регулярно класть его в кормушку. А что любят есть наши зимующие птицы? Давайте узнаем. Воробьи любят зёрнышки и хлебные крошки. Синицы питаются зёрнышками, хлебными крошками, а любимое их лакомство – это сало. Снегири едят семена, ягоды, любят клевать ягоды рябины. Вороны питаются очистками и остатками пищи. Зима – тяжёлое время для птиц. Холодно, и для жизни нужно много энергии. А корм недоступен. Птицам очень нужна помощь людей. К тому же покормить птиц – несложный и приятный способ проявить человечность и стать добрее. Я думаю, что теперь у каждого из вас, ребята, около дома у окна будет висеть своя кормушка. Птицы быстро привыкают к такой столовой и станут частыми гостями в ней. А вы сможете наблюдать за ними. Конечно, птицы не умеют разговаривать, но они обязательно отблагодарят вас и красивой весенней песней, и богатым урожаем, спасённым птицами, от вредителей вашего огорода. Но самое главное, как я считаю, вы добрее и бережнее будете относиться ко всему живому. А сейчас, дорогие ребята, давайте познакомимся с книгами о птицах. Синица. Ты с модницей этой, конечно, знаком. Вертушке на месте никак не сидится. Всё хвастает жёлтым своим сюртуком и шапочкой синий гордится. Виталий Бианки. Синичкин календарь. Хочешь узнать о том, как живут лесные жители весь год? Тогда открывай эту книгу и вместе с синичкой Зинькой отправляйся в лес. Ты увидишь жизнь животных и растений в каждой из 12 месяцев года. А весёлая Зинька познакомит тебя со своими друзьями-зверями. Стефан Каста. Синицы и их родня. Это книга о синицах и их родственниках, а семейство у них немаленькое. Синица – одна из самых симпатичных птичек средней волосы. Она не только красивая, но умная и хитрая. Как синица зимой выманивает пчёлы из ульев? Почему городские птицы более сообразительные? Откуда у синицы усы, манишка и галстук? Почему некоторые синицы живут в мышиных норках? С этим синичьим путеводителем можно спело отправляться в лес, чтобы наблюдать за птицами и учиться распознавать их виды. Добрые и лёгкие стихотворения Александра Прокофьева для самых маленьких, словно певчие птички-невелички, разлетелись по страницам этой книги. Белочка-непоседа, резвый пёс-тузик, красногрудые снегири и, конечно, весёлые синички уже ждут малышей на рисунках Александры Якобсона. Воробей Озорной мальчишка в сером пальтишке Под воруш ныряет, крошки собирает. Евгений Чарушин Воробей Этот рассказ о том, как у мальчика Никиты появился воробей, и он учил его летать. С первого раза не всё получалось у воробья, а постепенно. Ведь терпение и труд всё перетрут. Так и воробей сначала карандаш перелетел, а только спустя время и тренировки перелетел дом и совсем улетел. Дмитрий «Мамец-Сибиряк» в сказках про воробья Воробеича, Ерша Иршовича и весёлого трубочиста Яшу. Об особенностях дружбы повествует сказка про воробья Воробеича, Ерша Иршовича и трубочиста Яшу, включённый автором в цикл «Алёнушкины сказки». Порой регулярное общение перерастает в дружбу. Именно так и случилось с главными героями. Единственное, ходить в гости друг к другу они не могли, что не мешало дружеским отношениям. Однажды воробей вздумал отругать Ерша, потому что тот увёл у него червяка. Неизвестно, чем бы закончилась история, если бы спор не разрешил трубочист Яша. Константин Паустовский «Растрёпанный воробей». «Растрёпанный воробей» – произведение Константина Паустовского, которое трогает сердца читателей всех возрастов. В нём показана жизнь маленькой девочки Маши, её матери и няне. Папа девочки служит на Камчатке. Мама Маши – балерина. Она готовится к роли Золушки, обещала взять дочку с няней на премьеру. Как в их жизни появится воробей и как проявит себя – прочтите в рассказе. Он учит беззаветной дружбе, благодарности, умению любить и преданно ждать близкого человека. Снегирь. Чернокрылый, красногрудый и зимой найдёт приют. Не боится он простуды, с первым снегом тут как тут. Агния Барто, Снегирь. Основа поучительных стихотворений Агнии Барто – добрый юмор. Такими произведениями поэтесса демонстрирует понимание внутреннего мира ребёнка, свидетельством чего является стихотворение «Снегирь», которое было написано в 1938 году. Александр Прокофьев. «Снег, снег, снегири». Пришла зима, привела с собой морозы, рассыпалась метелью, застелила землю белой снежной скатертью. А малыши, укутавшись потеплее, спешат на улицу, где ждут их новые забавы и чудо, которое можно увидеть только зимой. Алые грудки снегирей на белом снегу. Кристина Кретова. «Приключения снегиря в Африке». В лесу, рядом с дачами, живёт снегирь Непоседа по имени Степан. Ему скучно круглый год оставаться на одном месте, и он решает отправиться на юг. Но как маленькие птички преодолеть такой большой путь? На помощь ему приходят другие пернатые. Мудрый грач, два веселого гуся и белоснежные цапли. Сможет ли Стёпа добраться до берегов Африки и понравится ли ему вдали от родины? Книга расскажет не только о приключениях упрямого снегиря, но и познакомит с соседлыми и перелётными птицами. Кар-кар-кар! Вот и весь репертуар оглашает крону клёна своим пением ворона. Стихотворение Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона» известно всем-всем по смешному мультику. Наша книжка с весёлой песенкой и прекрасными иллюстрациями из мультфильма будет радовать малыша вновь и вновь. Брошюра включает в себя семь басен Ивана Крылова и открывается знаменитой басней «Ворона и лисица», прочитав которую, ребёнок запомнит, что не нужно слушать льстивых речей и принимать их за правду. Виталий Бианке «Две вороны» Рассказ о том, как сперва старая ворона молодую без обеда оставила, а потом и сама без обеда осталась. Продолжение следует...